Полтора миллиона евро у всех на виду. Где в Риме можно найти такие деньги? И что украли канадские подростки, если погоню за ними вели с вертолётами и собаками? Об этом и не только в нашем обзоре. Кинологи, спецназ и вертолёт с тепловизором в Канаде. Полиция организовала полномасштабную спецоперацию в погоне за подростками, укравшими конфеты. Охрана парка развлечений заметила людей в чёрном, пробравшихся на территорию закрытого на ночь заведения. Тут же сообщила в полиции о незаконном проникновении. В итоге парней 15-16 лет нашли за ближайшими кустами, когда они доедали украденные сладости. После допроса воришек отпустили. Водное побоище. В Таиланде тысячи людей вышли на улицы, чтобы и самим промокнуть до нитки и других намочить. Так здесь празднуют Новый год. У водных процедур есть глубинный смысл. Считается, что при каждом обливании человек очищает свою душу. К тому же апрель – самый жаркий месяц года в Таиланде. Поэтому не участвующие в водных ритуалах тоже рады случайно намокнуть. Самая доходная достопримечательность. Почти полтора миллиона евро выловили из фонтана Треви в Риме. Эту внушительную сумму туристы набросали всего за год. И это больше, чем заработал Национальный музей Рима. Согласно поверью, если бросишь монетку в этот фонтан, то обязательно вернёшься в Рим. Интересно, что кроме денег в Треви нашли также браслеты, ключи, замки, солнцезащитные очки и даже две вставные челюсти.